Что такое цифровая дидактика? Тема выбрана не случайно. На самом деле цифровые технологии активно вошли на ответ. И мы сегодня должны подготовить наших школьников к этой активной жизни. А я читал в интернете. Я правда о мобилизации. Всем привет в эфире Универ Ньюса, в студии Илья Андреев. В Казанском федеральном университете продолжаются встречи генерального консула Республики Узбекистан Фаридин Насриева с иностранными студентами. На этот раз консул посетил Институт международных отношений Казанского федерального университета. Банки Китая начали активную продажу долларов. С чем связана внезапная активность и повлияет ли это на мировую экономику, выяснял наш корреспондент Маргарита Михайлова. Рост и укрепление доллара на международной арене – явление, которое ставит под удар многие национальные валюты. Агрессивная политика США в этом году подтолкнула доллар к 20-летнему максимуму. Каждое государство ведет собственную политику укрепления своей национальной валюты. Но пока что доллар имеет большее влияние. В частности, юань продолжает нести самые большие годовые потери по отношению к доллару с 1994 года. В последние годы Китай старается немножко переключить свой контакт-фокус своих интересов с внешних рынков на внутренний. То есть внешние рынки по-прежнему, конечно, важны, но внутренние сейчас для них становятся более важными. Чтобы чуть меньше зависеть от мировой конъюнктуры, в частности, от Соединенных Штатов. Поэтому, когда торговая война была с Китаем, на Китай это уже не так сильно повлияло, как могло бы, например, в несколько лет ранее. Потому что Китай уже чуть более стал автономен, он, соответственно, меньше стал зависеть уже от Соединенных Штатов Америки. Накануне крупные госбанки Китая продали большое количество долларов США с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций. Соответственно, валюта была продана практически моментально. Такие быстрые меры спровоцировали моментальный результат. Форвардный курс обмена упал до 6,95 юаня за доллар. Я боюсь, что у других экономик, в частности, Китая нет столько средств, в частности, нет столько долларов. У Китая огромный был торговый профицит, благодаря чему у него скапливались многие годы. Он продавал намного больше на мировых рынках, чем покупал. Благодаря этому у него скопились огромные долларовые запасы. А так, например, европейские страны, они не обладали такими большими запасами валютными. Поэтому им будет сложно осуществить такие же меры поддержки, которые проводят Китай. То есть у них просто средств на это можно не хватить. Эксперты отмечают, что все больше стран стремится к укреплению собственных национальных валют. Однако результаты ведения такой политики станут явными еще не скоро. Пока что доллар укрепляется на мировой арене. Хотя крупные игроки, вроде Китая, Японии и России, способны повлиять на обесценивание доллара. Смогут ли крупные державы договориться, объединиться и изменить баланс, покажет лишь время. Маргарита Михайлова, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась Российская научно-практическая конференция «Цифровая дидактика» от инсайдов до реальных технологий. Подробнее расскажем в сюжете. Вообще конференция, по-моему, замечательное дело. Потому что я помню в свое время у нас в Республике Тарстан была одна из лидеров цифровизации. Вот вспомнили 1985 год, это год, когда я родился. И в этом году действительно, и до этого, кстати, производились первые поставки компьютеров в школы Тарасича Советского Союза. И на самом деле это было одним таким рывком, потому что Советский Союз – это первая страна, которая в обязательную программу поставила информатику. Вообще в мире такого не было. Ни в Штатах не было, ни в Европе, ни в одной из стран. В Советском Союзе уже было. 18 октября в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета собрались представители образовательных учреждений России. Всероссийская конференция посвящена цифровой дидактике, актуальна в целях повышения цифровой компетенции будущих и действующих педагогических работников. Приветственной речи мероприятия открыли директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радив Замаледдинов, проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Альдышев, директор Центра цифровых образовательных технологий ЕДУ ТЭЧ, Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Луиза Плотникова и заместитель министра образования и науки Республики Тарстан Мензалия Закирова. Тема выбрана не случайно. На самом деле цифровые технологии активно вошли в нашу жизнь. И мы сегодня должны подготовить наших школьников к этой активной жизни. Для того, чтобы мы могли с вами успеть за развитием цифровых технологий, мы продумали программы нашей конференции в 30 мастер-классах разных направлений, где мы надеемся, что данная полученная информация будет для вас не только интересной, но и полезной. Педагогам была представлена возможность посетить пленарное заседание, где образовалась панельная дискуссия. Далее состоялся круглый стол для партнеров Центра цифровых образовательных технологий ЕДУ ТЭЧ, круглый стол для директоров Школы Республики Татарстан и мастер-классы для педагогов. Конечно же, цифровизация напрямую касается и системы образования, системы и общего образования, и системы профессионального образования. В нашей республике и в нашей стране сегодня очень много делается в данной области, но мне кажется, как мы видим по результатам вот этого года, еще недостаточно все развито, и все, что мы делаем, требует еще дальнейшей доработки. Напомним, что 2022 год в Республике Татарстан объявлен годом цифровизации. По словам Радифа Замалединова, сегодня без дальнейшего развития технологий невозможно двигаться ни в одном другом направлении. Также без цифровых компетенций невозможно на сегодняшний день представить ни одну отрасль профессиональной деятельности. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Сначала частичной мобилизации прошел практически месяц. За это время в интернете появились тысячи подборок о том, как себя вести, если пришла повестка. И вроде как большая часть подкреплена мнением экспертов. Чему верить, а чему нет, все подробности выясняла Маргарита Михайлова. Частичная мобилизация в Российской Федерации длится уже почти месяц. Однако, несмотря на это, вопросов среди населения меньше не стало. Напротив, с каждым днем их становится все больше. Это связано с огромным потоком информации. Определить, что из-за публикованного правды, а что нет, неосведомленному гражданину сложно. Так и родились на просторах сети интернет целые подборки рекомендаций для тех, кому пришла повестка. Большая часть из них говорит о том, что ответственность за неявку военкомат минимальная. Другая, что она и вовсе отсутствует. Что делать, если вы отказываетесь от получения повестки? В этом случае предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, неогромного, кстати говоря. До того момента, как вы прибыли в военкомат и были зачислены в штатах мобилизованных, на вас не распространяются действия уголовного кодекса. В части, сама Волки, так что ли получается? То есть до того момента, как вы не были приписаны к какой-то воинской части, не были мобилизованы, вы не военнослужащие, то есть на вас распространяется лишь действие кодекса административных правонарушений, как для обычного гражданского лица. Интерес граждан вызывает и вопрос о том, кто вправе обручать повестки, а кто нет. По словам экспертов, два основных канала получения – работодатель и военкомат. Однако и тут все не так просто. Проигнорировать повестку вряд ли получится. Особенно, если представители органов пришли вручить ее лично. Вообще, многие военкоматы идут на уловки определенные. Ну, это даже не уловки, наверное, а веяние времени и готовность исполнить указ президента добросовестно. То есть, хитрят немножко. Привлекают правоохранительные органы, в частности, полицию, Росгвардию, и пытаются достучаться до будущих мобилизованных граждан путем проведения, как их называют в интернете, облавы. Хотя, на самом деле, это не так. Это никакие не облавы. Это просто попытка выполнить указ президента. Не совсем это нарушение закона, скажу так. Если сотрудник военкомата присутствует при вручении повестки правоохранительными органами, то фактически я почти уверен, что есть какой-то совместный приказ между Минобороны и Министерством внутренних дел, который регламентирует создание таких вот рабочих межведомственных групп. Недоверие граждан к звонкам на горячей линии можно понять. В наше время гораздо проще обратиться к поисковой строке. Однако, насколько найденная информация будет верна – большой вопрос. С начала частичной мобилизации прошел практически месяц. За это время на официальном портале «Объясняем.рф» накопился банк ответов на самые часто задаваемые вопросы, к которому граждане могут обратиться в любой момент. Маргарита Михайлова, Универньюс. Музей истории Казанского университета организовал круглый стол для ветеранов студенческих отрядов. Во всех подробностях разбирался наш корреспондент Амир Ахтямов. Они, конечно, выезжали на подобного рода трудовые семестры, но практически штучно по районам и так далее. В музее истории Казанского федерального университета прошел круглый стол ветеранов студенческих отрядов. Студенческие отряды – это организации с многолетней историей. На протяжении многих лет студенты университета работают на благо вуза. Облагораживают территорию, занимаются уборкой и реконструкцией помещений, общежитий университета. К нам сегодня в гости придут представители движения студенческих отрядов Казанского государственного университета. Сегодня заявлено 35 участников и, конечно же, наши уважаемые гости. Главной и отличительной вещью представителя студенческого отряда является целинка. Эта зеленая куртка – изначально это была просто верхняя часть рабочей формы, выдававшаяся каждому, выезжавшему на целину. На левом кармане помещается нашивка должности. То есть я вот командир, у меня звезда, одна ручка. То есть я командир отряда. У бойцов написаны буквы ЛСО, линейный студенческий отряд. И у каждого направления свой значок. После мероприятия все желающие студенты смогли задать интересующие их вопросы, а после приглашенным гостям провели экскурсию и ознакомились с экспонатами музея КФУ. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюс. В Институте психологии и образования продолжает свою работу ежегодный фестиваль актуального научного кино. Мероприятие ориентировано на студентов института. Фестиваль предусматривает просмотр фильма и дискуссии. И Институт психологии и образования ежегодно принимает активное участие, организовывает кинопоказ вместе с преподавателями в процессе образовательной деятельности. И сегодня у нас происходит кинопоказ фильма «Школа философов». 6 ноября 2022 года отмечается 30-летие принятия Конституции Республики Татарстан. В преддверии праздника проводится конкурс «30-летие Конституции Татарстан. Проверь себя». В конкурсе можно принять участие до 25 октября 2022 года включительно. По итогам конкурса участникам будут вручены ценные подарки в виде цифровых гаджетов. Конкурс будет проходить в онлайн-режиме на сайте. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!